Всем привет! Меня зовут Николай Соколов, это гитарный блог номер два. Сегодня я бы хотел поговорить про ускорение видео. Наболело, естественно, да, то есть это такая тема очень давняя, вот длится она уже здесь с девятого или с десятого года, не помню, когда первый раз я выложил палец шмеля. Сразу же в ютубе появились там комментаторы, очень грамотные, причем которые которые все видят, все знают, сразу понимающие, которые понимают. И сразу стали писать, типа, видео ускорено, надоел там ускорять свои видео. Но больше всего интересно, но это все ладно, то есть это же ерунда, то есть мы же не будем там доказывать каким-то там мальчикам маленьким, что ну темп-то в принципе обычный, то есть есть вменяемые ребята, которые писали, то есть ребят, вы че, темп-то нормальный. Но есть момент такой, что возможно ютуб, сам ютуб, то есть он из-за кодека, может быть там видео как-то там плывет или дергаться или еще что-то, но темп обычный, вы попробуйте типовать. Возьмите метроном ТЭП и нажимайте кнопочку ТЭП, то есть темп 192, то есть это обычный темп, то есть как бы тут нет ничего такого сверхъестественного. Так играет любой гитарист, который уже играющий, возьмите там, тыкните пальцем на джем трек Централь, там например, в любого, он любой вам так сыграет. Вот, то есть как бы тут нет ничего такого. Вот, потом еще момент такой, что недавно я сижу занимаюсь в классе, там мне приходят уведомления на телефон, он, ну в ютубе, когда кто-то комментирует, комментарии, все комментарии я вижу, то есть если ребята адекватные, я отвечаю, то есть если неадекватные там, ну как бы смысла нет, если уж вообще там прям неадекватные, я просто удаляю, ну а зачем мне это? Вот, то есть как бы там не люблю просто, когда уж прям что совсем там уж ушат помоев там на тебя вливают, ни за что там, да? Вот, и момент такой, парень звонит и говорит, здравствуйте, Николай. И таким голосом прям, да, я такой раз, сначала не понял, какой-то голос слишком уж низкий, подозрительно низкий, но так не говорят люди. Здравствуйте, Николай. Вот, я говорю, ну здравствуйте. А я занимаюсь, сижу там, ну там у меня занятие идет, вот, и парень говорит, а я вот вам сейчас писал, типа, это вот комментатор, который там на видео, там, ну, видео вечное движение по гонению. Сыграл я его в одиннадцатом году и выложил, то есть, ну там я постарался прям жестко, там очень жесткое произведение, то есть для того, чтобы его сыграть, надо заниматься выносливостью руками, то есть мало техники, то есть там надо, чтобы руки были, кисти выносливые, чтобы здесь у вас все было, чтобы вы могли долго играть в одном и том же темпе, в быстром причем темпе, это достаточно сложно сделать. И после этого, как он мне позвонил в Ютубе, а слабо, типа, мне сыграть на камеру? Вы там в комментариях написали, что это настоящая скорость записи, вот хотелось бы услышать, если вам нужно видеозапись, посмотреть, как вы это делаете. Такой подумал, да нет, не слабо, думаю, ну а что, ну как бы время будет, сыграю без проблем, там денег заплатите мне, то есть как бы, почему нет-то, это же моя профессия, то есть заплатите деньги, я вам сыграю, хоть час для вас буду играть, там, в Скайпе хоть прямую трансляцию сделаю, то есть как бы не проблема. То есть я же музыкант, то есть музыканты как зарабатывают? Они ничего никому не доказывают, то есть надо вам, я сыграю, пожалуйста. Вот, и звонит такой, говорит... У меня вообще большие сомнения, что вы это играете в реальной скорости. Просто я сначала опишу, то есть, ну как бы, сначала не понял, в чем дело, то есть звонят и спрашивают, типа, давай играй тут мне, вот, и думаю, интересно. Вот, я говорю, я не буду играть. Он говорит, я тогда тебя запишу, я твой разговор запишу и выложу его. И знаете, что у меня было? Первое, что мне пришло в голову, это вот это. Боже мой, что же я теперь буду делать? Мой разговор выложат теперь. Вот, и это было первое впечатление, то есть я просто сначала вообще не понял, то есть не думал, ну выкладывай, ну как бы, и что? Ну вот, и парень, да, то есть парень пошел настолько далеко, что выложил разговор, причем заморочился парень настолько, что понизил свой голос на полтора тонна в транскрайбере. Понизил, ну это вообще надо додуматься было. Я бы, честно говоря, не додумался. Заморачиваться, подключать к VST, VST-плагин, пропускать голос через программу, то есть чтобы голос поднижался, и в скайпе устанавливать инструмент звуки, чтобы проходили через карту, то есть такой сложный механизм достаточно. Сложный, но и несложный одновременно. То есть там можно просто заморочиться, это все легко делается. Ну парень заморочился, чтобы, видать, его не узнали. А то что будет? То есть тебя узнают, чувак, и что? Ну как бы непонятно. То есть вот голос твой, я все равно его там выложил, там кому интересно, там, описание там. Там правда вкопаться надо в этих комментариях, там, смысла нет, и я думаю не стоит. Что было, то и было. Вот. И просто момент непонятный. То есть я потом этот, он выложил это, то есть я это скачал, посмотрел, смотрю, голос неестественно, думаю, что тут здесь не то. Занес в транскрайбер, в транскрайбере посмотрел, послушал, поднял сначала на полтона, смотрю, что-то не то. Еще на тон, но уже близко. На полтора тонна поднял, прям, вообще прям, бинго. Здравствуйте, Николай. Вот, хотел бы узнать, как вы играете замечательно. Вы там в комментариях написали, что это настоящая скорость записи. Вот хотелось бы услышать, если несложно, видеозапись. Смотрите, как вы это делаете. У меня очень большие сомнения, что вы это играете, в реальной скорости. Ну, это как бы ваша проблема, что у вас сомнения. Ну, то есть, хорошо, вы согласны, что я выложу этот разговор, и вы отказываетесь играть. Просто вы подтверждаете тем, что вы... Слушайте, а зачем мне, мне, вам что-то так открыто, пожалуйста? Ну, я, кстати, я немножко разбираюсь в видеомонтаже, я немножко в видеомонтаже разбираюсь. И как на гитаре играть, но я не имею представление. Ну, вот, вы хитрите, вот и все. Покажите все на него пальцем и повторяйте за мной. Виновен! 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 Полтора тонна чувак сделал голос, зачем это непонятно. Ну, чтобы... Чтобы никто не догадался. Вот, и все. И, короче, потом, то есть, ну, как бы эта тема замялась, и все. Но, все-таки, как бы, чтобы не было вопросов, то есть, все равно, все равно эта тема, так она и будет уже, не знаю, там, еще сколько раз обусоливаться. И это видео как раз я записываю для того, чтобы потом просто ссылку тупо кидать таким, таким, ну, как бы умным людям, которые понимают в монтаже все, понимают в гитаре. Так, ну что, пробуем играть вечное движение в темпе 168. Пару тактов, ну, не пару тактов, ну, побольше, может быть. Чтобы просто было, ну, понятно, что вот оно, вот он метроном тикает 168. То есть, вот, нормально все. Без всяких обманов, так сказать, и ускорений видео. И погнали играть на гитаре. Готовы? Раз, два, три, четыре. Вот темп 168. Можно, в принципе, попробовать провести эксперимент и даже заглянуть, так сказать, дальше и сделать другой темп. Вот такой темп. Это 184 темп. То есть, это уже скрипичный темп, в котором играет на скрипке. Попробуем. Раз, два, три, четыре. Вот такой темп. Есть еще темп 192. То есть, он еще жестче. Если в нем вот так вот делать головой, то голова может просто отвалиться. И даже можно сказать, что счет у него там с головой не так. Ну, конечно, если вы в этом темпе будете головой вот так трястись, то она в естественном положении человек вот так головой не дергает. Поэтому и видно, что... Даже голова закружилась. Раз, два, три, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Допустим, вот. И в принципе, ну как бы ускорять, не ускорять. Какой смысл в этом? Ребят, просто какой смысл? Это видео я снял вот для этого. Надеюсь, что больше каких-то вопросов там по поводу ускорения видео или каких-то очень грамотных монтажеров, которые разбираются в гитарной технике, в гитарной игре, больше не будет. И как бы это всё отметётся у нас. Но будет очень интересно услышать вообще ваше мнение по этому поводу. Если нравится, буду продолжать. Если не нравится, буду продолжать. Если время будет позволять, то буду снимать подобное видео. Надеюсь на вашу реакцию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok